Наркотики и наркоторговля Наркотики и наркоторговля Наркотики и 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 наркотики. В остальных странах мира идут параллельно. То есть нельзя сказать, что в Абхазии какое-то особое время мы начали иметь эту проблему. Как известно, статистика показывает, что главным образом вторая половина XX века является переломным для всего человечества, когда наркотики массово начинают распространяться. Все-таки до этого мы такую картину не наблюдали. Это хорошо известно. У нас же еще стоит отметить, что, наверное, можно выделить послевоенный период, после Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов в силу различных причин и в том числе поствоенных причин. И, конечно, третий фактор, который играет ключевую роль в росте потребления наркотиков и вовлечении молодежи, это то, что сегодня это стало легко доступным, потому что люди могут через интернет оплатить, люди могут по телефону заказать себе любой вид наркотиков. Вот этот очень важный момент, потому что все-таки настоящие наркотики, о которых речь шла раньше и так далее, это не так легко было найти. А сейчас синтетика, заменители наркотиков, но, правда, эти заменители более сильные, от них человек намного зависимее, чем от настоящих наркотиков. Вот это, безусловно, ключевой момент, переломный момент, и, наверное, если сказать хронологически, это последние 10 лет. Ну, мы можем судить, как у каждого из нас есть телефоны, и когда появились телефоны, и возможность через общение в интернет, это как раз последние 10 лет наиболее доступны стали наркотики. Мне так кажется. Продолжая эту тему, наверное, Астаму Руфитович, к вам следующий вопрос. У нас две границы. С какой из них все-таки к нам поступают такие тяжелые наркотики, как синтетические? В большинстве своем, то есть, если мы судить будем по уголовным делам, по тем лицам, кого мы задержали, это более 98-99% это в основном поставки идут с Российской Федерации. То есть, вся синтетика, такие, как тяжелые наркотики, как метадон, там их разновидностей очень много, но в основном все идет с Российской Федерации. Все-таки у вас сейчас какая работа проводится? У нас граница была закрыта, сейчас она открылась, как-то изменилась ситуация в плане завоза наркотических средств на территории Абхазии? К сожалению, изменилась. Она увеличилась. То есть, число поставок, можно так сказать, увеличилось количество мест, где можно приобрести эти наркотики. То есть, если раньше, даже в период карантина, было одно-два места, где это можно было приобрести, то есть, через интернет, то есть, сегодня их десятки. То есть, и в основном это Гудаутский район, Гагра, Афон, ближе к Российской границе. То есть, вот так получается. Современные технологии все-таки опережают нас всех. В этом направлении какая у вас ведется работа? К сожалению, они опередили, в том числе и МВД. Как бы мы, сейчас не хотелось бы это все открыто говорить, но мы практически, можно так сказать, неконтролируем этот процесс, потому что все происходит через интернет, через социальные сети, такие как Телеграм, WhatsApp, которые, по сути, защищены. То есть, как-то контролировать, как-то пресекать, это в разы стало намного тяжелее. То есть, если раньше была возможность какая-то, сейчас намного сложнее стало. В вашем отделе, насколько мне известно, не так много сотрудников. Пять-шесть сотрудников у вас на сегодняшний день. Как вы справляетесь с поставленной задачей? Все-таки такое количество людей для такого управления мало все-таки, наверное. К сожалению, да, людей не хватает, но это связано с определенными проблемами. То есть, не хочется брать всех подряд, кто хотел бы работать в управлении. То есть, идет жесточайший такой подбор кадров. То есть, желающих действительно очень много. То есть, люди, понимая, что это за управление, понимая, какие соблазны, какие, ну, все, что это, люди рвутся. Но мы стараемся отбирать. То есть, мы в основном берем молодых, которые окончили академии в Российской Федерации или в наших университетах. Ну, в основном у нас все молодые кадры. Надежда Юрьевна, вы очень активный человек, участвуете в различных мероприятиях, круглых столах. По вашему мнению, все-таки тема наркотиков, она у нас закоренела? Основная проблема заключается в том, что у нас наркоман в нашем обществе не считается неприемлемой фигурой. То есть, мы много говорим об этом, но на самом деле в глазах молодого поколения, которое постепенно приобщается к этому наркоману, скорее романтическая фигура. И вот в этом я вижу корень зла на самом деле. Потому что вместо того, чтобы выстраивать в молодых людях, в подростках, какую-то вот такую стратегию созревания, которая направлена на развитие, на возможность получить образование, создать свое дело и так далее, вместо этого у нас какая-то вот такая размытая атмосфера колышется. Ну и говорят, он наркоман, но ничего страшного, хороший парень. Понимаете? А когда молодые люди видят, что к этому нет резко выраженного негативного отношения, они думают, что это все такое вот приятное баловство, начинают с этого, а потом уже становятся закоренелыми наркоманами, они уже практически для нас потеряны. Есть ли решение этого вопроса? Почему мы лояльно так относимся? Мы понимаем, что это человек, нуждающийся в лечении, но... Я думаю, что мы просто не осознали всю трагичность этого. Нет вот такого понимания в обществе, чтобы вот мы схватились за горло, мы сказали, все, надо это остановить, надо предпринять реальные шаги. Вот я, например, иногда смотрю, вот показываю, да, задержали там какого-то мелкого наркомана с 5-6 граммами, и вот показывают один, два, три, четыре, вот пять, шесть человек, я выдерживаю, дальше не могу смотреть. Это все люди однотипные, это люди с плохим образованием, у них даже мимика, в общем, уже какая-то деградировавшая, видно, что они как-то неловко чувствуют себя в жизни, понимаете. И, конечно, для них наркотики – это замена настоящей полноценной жизни. Вот, и когда мы не даем им, то есть мы их не подталкиваем так вот целенаправленно с пониманием, с профессиональным пониманием особенностей каждого человека, то, конечно, ему легко уйти в сторону, и все такое, подумаешь, там, подкурил, подкололся, и ты уже кайфуешь. А добиться того, чтобы ты кайфовал от настоящей реальной жизни, вот этому мы не учим. И я думаю, что вот основная проблема в этом, и она везде. Вы же посмотрите, по всему миру основная часть наркоманов – это люди из бедных семей и с плохим образованием. И они находят себе просто такой легкий кайф, который потом оборачивается смертельной опасностью. Среди людей образованных, успешных и так далее, там, ну, богемы там балуются. А так в основном люди просто, им некогда, они работают, они учатся, они путешествуют. Вот, кстати, вот я добавлю, потому что, допустим, многие скандинавские страны, да, та же Исландия, она немногочисленная по численности населения и так далее, достаточно близка к нашим реалиям. Ведь они как решили этот вопрос? Они решили вопрос исключительно тем, что заняли молодежь, то есть отстроили спортзалы, отстроили, значит, другие какие-то культурные, значит, здания и так далее. И они заняли всецело молодежь. И если вы посмотрите статистику, да, огромный спад произошел за последние 15 лет в определении наркотиков. Это вот эта та причина, которая не занятость. Они резко подняли интеллектуальный уровень общества. Например, исландские фермеры пишут экспериментальную прозву. Да ни в одном мире такого нет, ни в одной стране. Испросите, что я так говорю, но исландские, мы все видели с вами на чемпионате мира, значит, футбольный клуб исландский, это же не профессиональный футболист, это один врач, один учитель. То есть занятость населения, то, чем, к сожалению, в нашем обществе мы этим не занимаемся. И мы видели, как команда мотивирована. Да. Да. А все-таки моральная сторона, да, вот можно о которой поговорить, почему мы все-таки не стыдимся, да, это заболевание, понятно, его стыдиться не нужно, но сам факт, что человек употребляющий, он может нанести вред другому человеку. Да, и мы это часто видим, особенно в молодых семьях. Вы знаете, вот как раз Надежда это отметила, формирование личности человека, да, и деградация личности человека. Понимаете, наркотики, они опасны не только тем, что в каждом случае это все может летально закончиться, да, для самого употребляющего наркотик, но еще мы и так другие есть факторы, которые могут отнять у нас жизнь. Не в этом проблема. Проблема в том, что деградируется человеческая личность, а с такого человека нельзя спрашивать должного отношения к семье, к детям, к обществу, он государство, он же всецело погружен и зависим в эту проблему. Но вот здесь еще один нюанс, который я просто в процессе нашего обсуждения вспомнил, почему такая вовлеченность. Вы знаете, все-таки есть такой фактор, который, наверное, мы никогда не говорим и не учитываем. Наркоторговцы, наркоторговцы создают целая сеть людей, простите за эту фразу, которые, задачи которых, они даже могут сами не употреблять иногда наркотики, но это вовлечение в этот рынок молодого поколения, чтобы вы понимали. Я знаю сам лично, поскольку, как священник, очень часто и ко мне обращаются наркозависимые, ну, человек пошел в реабилитационный центр, ничего не получилось, к медикам пошел, ничего не получилось. Все равно же есть люди, которые пытаются найти какой-то выход из этой ситуации. Они готовы любой путь использовать. Так вот, я знаю очень много случаев, когда взрослый человек, которому больше 50 лет, из традиционной абхазской семьи, из традиционного абхазского села, вовлекает 16-летних парнишек, значит, в употребление этих наркотиков, которые, с учетом психологии, вот то, что вы говорили, мы сформировали в 20 веке, дескать, если он взрослый, скажем так, авторитетный человек, в известном смысле, я тогда не могу сказать нет. Кто это сказал, что в абхазстве такое понимание отношений существует? Вот одна из таких ключевых проблем, которые у нас сегодня существуют. То есть, если парень скажет, вы знаете, нет, я не хочу потреблять никаких наркотиков, и я открыто вам это скажу, он должен быть героем. А у нас он не герой, у нас он становится белой вороной. Вот и поэтому, кто-то постеснявшись, кто-то побоявшись, кто-то по иным причинам, вот так молодежь вовлекается. Вот Астам Руфетович, бытует мнение о том, что в МВД целенаправленно вылавливают людей, которые употребили. Это в обществе бытует. Но все-таки, если место такому действию, целенаправленно вы ведете охоту за кем-то? И все-таки, наверное, в продолжение, 15 дней нахождения ВВС идут ли в пользу этому человеку? Касаемо первого вашего вопроса, целенаправленно отлавливаем мы или нет, вы сами уже знаете, что непосредственно в моем управлении всего 7-8 человек. То есть даже если мы захотим целенаправленно отлавливать их, то это физически невозможно. То есть их, извините меня, их более тысячи человек наркозависимых. То есть в лучшем случае каждый из них может попасть раз в два года. То есть это невозможно физически. А что касается, поможет ли ему 15 суток, то, конечно же, нет. Это никому еще не помогало, то человек никак не сможет не осознать, потому что он будет сидеть с такими же, как и он. Потом мы еще ни разу, извините, даже при выходе, то есть за 15 суток проходит, он все равно под дозой. То есть хотим мы это или не хотим, даже туда поступают наркотики. То есть мы много раз видели, мы знаем, что наркотики к нему попали. Мы начинаем проверять, как. Они, начиная, в салат засыпают, там еще в сок, в компот. То есть мы не можем взять, все подряд выкидывать, их кормить. То есть, ну вот такая ситуация. Помочь мы им не можем 15 суток. Можно узнать, а вот сеть наркоторговцев конкретно, сколько человек? 10, 50, 100? Ну, именно такие крупные, крупная сеть, их более 10. Которые работают на Абхазию, получается? Да, только на Абхазию работает. Но есть еще более мелкие. Ну, они более в районах работают. А есть конкретные наркоторговцы, они работают практически по всей Абхазии. Я могу спросить, кого-то из них, допустим, вы знаете поименно? Поименно мы почти половина знаем. Многие из них это жители Сочи, Адлер, Краснодарский. То есть мы многих из них уже установили. Но, к сожалению, у нас нет возможности. Некоторые из них даже в розыске на территории Абхазии. Но у нас нету таких... А взаимодействие, скажем, с УВД России... Пока, к сожалению, взаимодействие не на таком должном уровне, чтобы привлечь их на территорию Российской Федерации. Но какая-то работа у вас проводится для того, чтобы ваши специалисты набрали с какого-то опыта хотя бы на территории Абхазии? Как, так сказать, опыта, в принципе, хватает для борьбы. Нам не хватает технических средств, нам не хватает современного оборудования, которое можно было использовать в борьбе с наркоторговцами. То есть вы не можете создать доказательную базу, да? Да, да. Получается, именно вот эта законодательная база, да, и в ней есть все-таки пробел, к чему я это все говорю. Нет, законодательная база... У нас часто люди выходят, да, все-таки дело развалится в суде. Это с чем связано? Нехватка первичного материала или все-таки в суде находят какую-то лазейку? Чаще всего в каждом законе есть определенные лазейки. Это по состоянию здоровья многие выходят. То есть по истечению какого-то времени, год-два отсидят они, потом они начинают выискивать какие-то средства, что они инвалиды там и болеют, что им невозможно дальше сидеть в тюрьме. Ну, вот такие способы находят, чтобы выйти из тюрьмы. И продолжая, наверное, это уже, Руслан, к вам будет адресовано, все-таки профильно. Есть ли какие-то лазейки, которые можно было бы избежать и все-таки какие-то внести поправки для все-таки урегулирования этого вопроса, чтобы наш уголовный кодекс все-таки работал? Спасибо за вопрос и приглашение. Тема на самом деле актуальна. Она стала, к сожалению, такой в последнее время и с года в год. Ситуация на самом деле всего худшаяся. Даже название «борьба с наркоторговлей» в Абхазии уже настораживает, что этот вопрос стоит таким образом. Кроме того, в общем, скажу и о причинах. Хотел бы в этот момент обратить внимание, что действительно имеет место быть и социально-экономическое развитие страны, которая не в пользу борьбы с наркоторговлей. Кроме того, есть и другие причины. Да, абсолютно правильно было здесь сказано, что большой негативный след, конечно, ставил и последствия войны. И многие объективным причинам были вынуждены употребить наркотик, что наркотики, чтобы снять там боли и так далее. Есть определенные моменты. Но, к сожалению, наркотики стали производными для других преступлений, то есть совершения преступления других для того, чтобы добыть определенные средства для приобретения наркотиков. Что же касается законодательной базы. Новый уголовный кодекс был принят в 2007 году. И вступил в силу в ее 1 июня 2007 года. С тех пор, по настоящее время, как минимум 5 раз менялись нормы касательно уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Последние изменения, которые имели место быть в 2019 году, предусмотрев даже смертную казнь за наркоторговлю, то есть имеется в виду это незаконный оборот только в части ввоза, вывоза. Но и после этого были внесены еще поправки. Они приняли этот закон, должен был вступить в силу с 1 января 2020 года. Не смог вступить в закон в силу. Потом, не вступивши в закон в силу, пришлось еще раз поправку вносить. Они там отодвигались в сроки. Но касательно ответственности, сейчас не хотелось бы уходить в сторону от вашего вопроса. Впервые в истории ответственность за незаконный оборот наркотиков все-таки был предусмотрен еще в 1925 году, когда был принят Уголовный кодекс Абхазии, тогда Абхазской Советской Социалистической Республики. Там предусматривала всего лишь одна статья, которая предусматривала ответственность в виде исправительных работ и штрафных санкций за изготовление ядовитых, сильнодействующих веществ и средств. После этого абсолютной верности сегодня было сказано о том, что вторая половина XX века, то есть с принятием Уголовного кодекса 1960 года, там уже были предусмотрены четыре статьи. В том числе была предусмотрена уголовная ответственность за повторное потребление, если ранее это лицо подвергалось административной ответственности, то есть приюдиция была административная. К сожалению, такой нормы сегодня в действующем Уголовном кодексе, который предусматривал бы уголовную ответственность за повторное потребление, после того, как имеется административное взыскание, такой нормы в Уголовном кодексе нет. Может быть, эта норма какую-то меру сыграла бы роль, но опять-таки сейчас экспериментировать тоже не хотелось бы. Но предусмотреть ответственность за рекламу, распространение в соцсетях, именно рекламу наркотиков, их приобретение, она тоже особо не... нет уголовной ответственности. В данном случае можно и необходимо было бы ввести. То есть я бы, может быть, и предложил бы такую версию, она была бы более эффективнее, предусмотреть уголовную ответственность за повторное потребление, скажем, наркотиков в течение года, если ранее имелось административное взыскание, это первый момент. И второе, все-таки предусмотреть ответственность уголовную за распространение сведений, либо рекламу за наркотики. То есть мы с вами говорим о борьбе с распространением наркотиков, о пагубности наркотиков для населения общества Абхазии. А тут получается, что нет ответственности, которая бы за это распространение каралась бы уголовным наказанием. Кроме того, получается, что в нашем обществе есть и проблема, она стала проблемой, к сожалению, что связана с наркотиком. Мы должны с вами определить, здесь говорилось о том, что они все-таки, эти люди заболели и являются больными, тогда их надо лечить. Или они приступили к закону, и понимая, сознавая, кроме того, если мы говорим о наркоторговле, то есть они прекрасно понимают, с какой целью это делается. За это, отсидев год-два, естественно, он не станет, не вылечится от этой проблемы, от этой зависимости. И не стал, к сожалению, никто еще на правильный путь. И здесь большая работа, конечно, ложится на внутренних дел. Все-таки совершенствовать уголовным законам нет предела совершенства, это абсолютно верно. Но те меры, которые были приняты, я имею в виду последние поправки касательно ужесточения ответственности за незаконный оборот наркотиков и предусмотрев за это смертную казнь, вы понимаете, одним репрессивным методом эту проблему не решить. Кроме того, само общество должно понять, что это зло, что это все-таки пагубно для дальнейшего, для генофонда Абхазии. И очень негативный отпечаток и в наследственности тоже оставляет в будущем. Пока общество не придет к тому, что надо бороться не таким образом, как сегодня, вот это должны делать органы внутренних дел, это их проблема, и пусть решают. Нет, это неправильный подход. В данном случае все общество должно бороться и совместно. И если наркотики или, ну, давайте так скажем, наркотизм и лицо, которое является таковым, будет порицательным, да, то есть мы будем осуждать его не только уголовными или правовыми, но и морально-этическими нормами, и это тоже сыграет определенную роль. Вот предположим, мы все знаем о существовании закладок. Предположим, на моем садовом участке заложили закладки. Мои действия дальнейшие. Что я должна делать? Вы не заметите даже. Я хочу ответить. Ну, когда они начнут уже копать в огороде. Я публично это говорил и писал. Например, вот, кстати сказать, то, что вы сейчас сказали, это ключевой момент этой проблемы. Значит, наша психология такова, что мы, значит, не можем позвонить в милицию в том образе. Образе, да. Галанс. Да, да. Значит, я говорю так, да, если я увидел человека, который закладывает, делает закладку, вот, и причем, чтобы вы понимали, эти закладки делаются прямо у ворот монастыря у нас, да, это не один случай, который мне приходилось. Единственное, что я по факту их не видел, да, значит, либо они меня так ловко обманывали, что я просто не понимал, что происходит. Но, если я увижу, что человек делает закладку, мое действие как гражданин заключается в том, не с ним выяснять отношения, потому что это может очень плохо закончиться. Мое действие заключается в том, что я должен позвонить, значит, в отделение милиции, предупредить этих людей, что вот здесь есть подозрительные люди, значит, просьба приехать разобраться. Мне кажется, в нормальном государстве, мы говорим о нормальном государстве, должно быть так. Те, которые говорят, что это не соответствует морально-этическим принципам абхазства, мужества, еще так далее, да, я хочу им сказать одну вещь. Если же они испугались, что вот эти люди потом будут с ними выяснять отношения из-за того, что позвонили в милицию, и поэтому не позвонили, и из-за их закладки люди, которые это употребили, закончили жизнь летальным исходом, вот тогда на них будет двойная ответственность. Понимаете? Вот это надо понять. В противовес вашему ответу есть еще, к сожалению, некоторые случаи. Астамуру Фетович, как-то мы с вами на эту тему разговаривали. Поступил вызов о том, что закладки. Вы выехали, но когда вы начинаете свое задержание, за них вступаются соседи, родственники. Как с этой стороной быть? Это часто, на самом деле, очень часто происходит, особенно, например, вот последний случай, гражданин нашей республики с территории Российской Федерации завозил наркотики, психотропные, но они запрещены в обороте в Абхазии, завозил. Вплоть до того, что мы элементарно понятых не могли найти, люди приходили, их забирали, оттаскивали от нас. То есть мы пытаемся оформить его, как полагается по закону, но его нам не давали. Все понятые разворачивались, убегали, уходили, их увозили. Вплоть до того, пока мы его не увезли в другое отделение милиции, и там уже не оформили. Вот такое сопротивление нам оказывают, и очень часто. То есть это родственники, да? Родственники, знакомые, просто проходящие люди. Я извиняюсь, а потом, в дальнейшем, когда дети этих людей, которые вот так делают, оказывается, не дай бог, в такой ситуации, эти же люди первыми кричат, где государство, где общество, почему не ведется никакая борьба. Ну, друзья мои, если каждый из нас это не поймет, невозможна эта борьба. Все-таки, что мы должны сделать, чтобы наше общество сознательно уже пришло к тому, что надо принимать какие-то меры. Все-таки, если ты видишь, что такое происходит, ты должен реагировать. Я думаю, должна быть создана группа инициативных людей, заинтересованных в решении этой проблемы, чтобы они начали разрабатывать стратегию создания позитивного образа молодого человека, который стал образцом для подражания. Понимаете, вот я живу напротив Мока пляжа, ну, я, естественно, каждый день туда хожу, и я вижу много блатных. Вот вы знаете, в Европе, вот, отец Дорофей Патрио, вообще фигура блатного исчезла как таковая, и их просто нету, де-факто. А у нас вот это вот такая пляжная расслабуха, вот их такое количество. Вот просто мне становится страшно. Молодые люди, ну, вот, просто, вы понимаете, даже вот просто потому, как они ходят, что они говорят, как они смотрят. Я там помогала молодой соседке своей, у нее четырехмесячный ребенок, нести коляску, и стоят два наркомана, ну, сразу видно, они дальше шатаются. А мы что-то там, у нас тяжело было, я не сразу сообразила, что наркоман, говорю, помогите, пожалуйста. Он схватил, и мы просто прокляли, что я вообще его просила, что он вот так вот это самое. И я, пытаясь как-то его, я говорю, вы делаете благородное дело. Он был в таком состоянии, что вот эта мысль ему запала, это он несет по ступеням, которые шатаются там, и говорит, я делаю благородное дело. Вы понимаете, в таком состоянии люди выходят в общественное пространство, и они чувствуют себя героями. Вот пока мы не переломим свое отношение к этому, понимаете, ну, родственники хотя бы должны начать с этого. Надо же как-то, ну, вот они своего молодого человека кохают, и так далее, ухаживают за ним и всякое, и скрывают от него истинное его лицо. Ведь когда-то их не станет, а он, что у него будет семья, что он там, то есть это вот полное разложение вообще вот этой главной ячейки общества, семьи и так далее, должна быть все-таки на полном серьезе создана инициативная группа, которая займется этим вопросом. И она должна иметь государственную поддержку, и создавать вот это какие-то хотя бы видеофильмы там. И у нас сейчас в социальную сеть можно запустить все, что угодно, и нужно запускать вот такие фильмы, брать конкретного человека, молодого. Я знаю достаточно много достойных молодых людей, которые нормально живут, у них нормальные семьи, они развиваются, ходят в спортзалы и так далее, то есть они живут нормальной, насыщенной жизнью. Но мы их не увидим никогда, да. Но вот их надо, да, их надо популяризировать, чтобы они стали образцом для тех, кто, к сожалению, оступился. Если вот не создать, вы знаете, если не создашь положительного образца, ничего не получится, потому что у каждого человека должен быть какой-то образец, по которому он может сверять свое поведение. Ну вот так создан человек, что он смотрит на своего отца, на свою мать и так далее, и на своего современника. Вот мы это запустили абсолютно. Вот были, значит, вы, то есть примером являются у нас в последние 10 лет те, кто воевал, ветераны войны. Это все прекрасно, но они стареют, так сказать, они как бы вот вообще в поле общественного сознания ушли в это положение ветеранов. А что такое молодой гражданин Абхазии? Как он может ощущать себя в современном мире? У нас же есть достойные образцы. Иногда вот идешь, так посмотришь, начинаешь с человеком разговаривать, и видишь, как хорошо он адаптировался в современных условиях, как он прекрасно владеет всеми этими высокими технологиями, как он выстраивает свою жизнь, как он в конце концов ухаживает за женщинами и так далее. То есть каждому отдельному человеку, особенно из деревни, должно быть понятно, что можно сделать, чтобы чувствовать себя в жизни уверенно и даже, скажем, элегантно. Вот это надо делать. Если мы говорим, что все-таки такие люди нуждаются в лечении, отец Дорофей, у вас огромная проделанная работа. У вас составлена программа. Вы в Селиан Хуа сегодня активно проявляете работу, свою деятельность. На каком вы сейчас этапе все-таки? Вы планируете открыть там реабилитационный, достаточно очень серьезный центр? Да. Ну, я понимаю, что вот первая часть нашей сегодняшней беседы, безусловно, конечно, должны работать законы, должны работать люди, которые имеют отношение к Министерству внутренних дел и так далее, ужесточение законов, осуждение общества. Это все правильно и так должно быть. Но всегда мы должны понимать, что четко должна быть граница между наркоторговцами и людьми, которые оказались зависимы от наркотиков. По разным причинам. Я хочу заверить вас, что очень большой процент, который просто случайно, да, просто случайно вы были вовлечены во все это и хотели бы от всего этого избавиться, но нет на то ни моральных, ни физических, ни иных сил и возможностей. И вот здесь, конечно, мы с вами, как абхазское общество, в еще худшем положении находимся, да. Если, допустим, нет технологии, вот здесь говорилось о том, чтобы выследить и так далее, это на самом деле очень дорогостоящая вещь, да, нет возможности жестко контролировать границу, да, и так далее, то и в этом вопросе мы, к сожалению, очень сильно отстаем. Почему? Потому что у нас нету ни одного серьезного реабилитационного центра, а рассчитанного на наших с вами граждан. Есть несколько реабилитационных центров, которые из-за наших климатических условий, допустим, да, привозят с России, из других регионов, да, и за пределами Абхазии люди приезжают сюда, и их лечат. Но для наших собственных граждан этого нету. И все это чем заканчивается? Значит, берут родители, молодого человека вывозят в Россию, платят 500-600 тысяч рублей. И еще дальше вывозят. Да, и еще дальше. И он находится там 6-8 месяцев в зависимости от той или иной программы. Простите, я вас перебью, это сумма за месяц лечения? Нет, за курс. За курс лечения, да. Значит, потом он более-менее восстанавливается, у него складывается впечатление, что он, в принципе, уже готов, его привозят сюда, попадает он в среду, тоже в среду здесь в Сухоми, в Афоне, в Гаграх и так далее. А это же доля секунды, понимаете? И вот эти все деньги, все усилия родителей и так далее. Поэтому я считаю, что вот и моя задача заключается в том, что создать реабилитационный центр, где человек, уже прошедший курс, да, уже физически, в некотором смысле восстановившийся, но имеющий очень сильную психологическую зависимость, значит, чтобы он в течение 3-5-6, а может быть и больше лет, в этом реабилитационном центре не просто отдыхал в изоляции, а работал, да, понимаете, трудовая терапия, чтобы он мог зарабатывать себе, значит, своим близким, и, но самое главное, в изоляции от всего этого общества, и особенно городской среды. Вот если мы такой реабилитационный центр не создадим, невозможно будет, иных методов лечения мир не знает на сегодняшний день, чтобы вы понимали. Это не означает, что все, кто туда придут, допустим, 100 человек придет, и они все 100 будут здоровыми, нет. Мы должны с вами четко понимать, в вопросе наркомании задача наша, как и любого другого общества и государства, минимализации этой проблемы. Решить ее не получится, поверьте, никому не получится. Ни нашей стране, ни другим, значит, развитым странам и обществам, и так далее, и так далее, все уже испробовали. Это проблема с нами на все времена существования истории человечества. Наша задача минимализации. Если из 100 мы хотя бы 10 человек здоровыми вернем в наше общество, вот ключевая задача. А на каком этапе, к сожалению, пандемия внесла, значит, свои коррективы? И самое печальное, что мы тоже с вами, общество, государство, ну, я не вижу, скажем, особого родения, чтобы как-то это быстро процесс закончился. Ну, что, вы поймите, одними собственными усилиями многое, вы сами знаете, мы с вами ездили, снимали, вы все видели, в каком это состоянии, что надо делать и так далее. Вот сейчас, если бы не пандемия, я должен был этим летом презентовать полностью проект, значит, реконструкции этого объекта под вот этот реабилитационный центр полностью. И у нас это с архитектором, вот с Камой Кацей мы работали, все это готово. И я надеюсь, что сейчас немножко появятся возможности, мы продолжим, и, по крайней мере, в течение ближайшего времени уже будет презентация, видимая презентация того, что мы хотим там иметь. Мне кажется, вот эта изоляция не должна быть полная и безоговорочная, а вы должны туда приглашать людей, которые действительно могут послужить, то есть могут подсказать людям, как жить яркой, насыщенной жизни, чтобы они не чувствовали себя изгоями. Конечно. То есть это должно быть несколько... Там должны быть лекции, там должен быть музей, там должен быть выставочный зал. Да, да, то есть должна быть восстановлена хотя бы какая-то часть настоящей жизни. Я с удовольствием бы приехала и рассказала свой опыт, как я выставила свою личность и так далее. То есть надо людям помочь. Да, нужно в них пробудить, допустим, у человека может быть потрясающий талант скрытый. Да, он просто не знает об этом. Да, он просто ее никогда не раскрывал, и таковой возможности у него не было. Не было. Вот, то есть целенаправленность, вот сейчас Надежда как раз точно это сказала, вот цель этой реабилитационного центра, чтобы человек стал понимать, что он человек... Чтобы он ценил свою личность. Да, он ценил свою личность. Чтобы он знал ее потенциал. Чтобы могли просто раскрыть его, и он показал, что он на что-то способен позитивно. Да, чтобы он поверил в себя. Чтобы он поверил в себя, что в этом обществе, где ему казалось, что уже все закончилось для него, нет, есть масса перспектив. И таких, кстати, сказать примеров очень много. Когда люди, когда-то зависимые от наркотиков, сегодня потрясающие люди, личности, значимые личности в нашем обществе. Человек должен осознать свою ценность. Он неповторим, он уникален. Вот это ему надо объяснить. Вот все-таки, наверное, вот я как мама моему сыну 11 лет. И слово наркотики меня вгоняют в ужас. Я хочу рассказать вот сейчас недавно об инциденте. Я подробности не знаю, но сам факт того, что школьники сегодня могут себе позволить употребить горячительные напитки и устроить какие-то разборки в здании, для меня, конечно, это немножечко неприемлемо, что школьники могут себе такое позволить. Все мы родом из детства, все мы гуляли, отдыхали с педагогами, ходили на какие-то мероприятия. Но вопрос, наверное, к вам. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что молодые люди именно школьного возраста под наркотическим воздействием? В моей практике этого не было. Я не так давно в системе МВД работаю, мне сложно сказать сейчас. По вашему мнению, какая работа должна проводиться, чтобы все-таки не было желания у подростков попробовать? Необходимо, наверное, все равно пропагандировать здоровый образ жизни, наверное, показывать на личном примере, как надо правильно жить, как надо выстраивать свою жизнь. То есть мы же видим сегодня тот же школьник, уходя, ему некуда идти, ни с толком, ни спортзалов нет, ни развлекательных каких-то центров, где ребенок мог бы развиваться, образование получать получше. То есть только так, наверное, больше что можем. Потом семья, семья же очень важна. Вот у меня соседка простая, по-моему, она даже без мужа в соседнем доме живет, вот такая традиционная, абхазская, очень хорошая женщина. У нее мальчик был где-то лет десяти. И он узнал по абхазскому телевидению про какого-то нашего известного борца, сейчас не помню уже имена. Вот парень пошел сам в борцовскую секцию, и сейчас он в России занимает призовые места. То есть сам абсолютно, вот никто его не накачивает. Мама, наверное, уже сформировала в нем такое доброкачественное начало. И человек начал тренироваться, тренироваться, и его, пожалуйста, уже. Недавно третье место занял на каком-то турнире российском. Саната, отвечая на ваш вопрос, который вы задали, я как священник могу сказать, допустим, там все-таки дело производства, по факту должно быть. Я могу вам сказать, что процентов 20-30 старшеклассников потребляют наркотики. А ужас какой. 20-30 процентов. И тут еще проблемы с... Ну, разные, да, разных видов. Причем, хочу вам сказать, что из этих 20-30 процентов, 10 процентов это девушки. Значит, мотивы разные, причины разные и так далее. Это все долго можно обсуждать. Но мне кажется, тут еще проблема, раз мы говорим о школьниках. Вы понимаете, у нас подход образования, к сожалению, он так сложился. Вот наша задача, напичкать голову человека большим количеством информации, знанием языков, чтобы завтра он поступил на экономически, юридически хорошие факультеты в любом университете, лучше вообще еще за границей. Потом, чтобы он вернулся, да, и занял какое-то хорошее кресло, какое-то хорошее место, чтобы жить богато и счастливо, да. Вот такой образ у нас сегодня, к сожалению, 80 процентов нашего населения сформировался. Вот весь идеал нашей жизни. А если мы все-таки начнем формировать личность человека, да, в школе уже начнем... Программа какая-то, именно в школе что-то было. Конечно, конечно. Ну вот здесь и Надежда может сказать, и вы, наверное, лучше меня знаете. Ну, я тоже знаю детей и так далее. Вы знаете, редко, когда встретишь беседу учителя с учениками о каких-то главных вопросах в жизни. Да. Понимаете? Вот мы это забыли. Вот мы это забыли. Если мы к этому не вернемся, я хорошо помню, по крайней мере, я застал, когда и преподаватель университета, и школьные преподаватели поднимали какие-то очень животрепещущие проблемы в нашей жизни, которые нам было стыдно сказать. Но когда это они проговаривали, мы из этого делали какие-то выводы. Сегодня этого нет. Одет, обут, хорошая машина, хорошая работа, социальный статус сведен к этому. А то, что человек может быть в кедах самых простых и очень скромной одежде, но с ним тысяча раз интереснее жить, и эта жизнь намного прекраснее, этого понимания, к сожалению, мы не пропагандируем, Рената. Мы должны пропагандировать вот то, что Исландия сделала. Если бы Исландия поставила бы цель для своих детей, значит, что вы все должны хорошее образование получить и стать министрами, ничего бы не получилось. Хочу вот просто продолжение. Сейчас я вам дам слово, как раз как со студентами вы проводите свою работу. В Министерстве внутренних дел одно время они читали лекции в школах по работе с несовершеннолетними, но случился казус. Родители восприняли это иначе, как пропаганду, что дети приходят и рассказывают о том, что нам рекламируют наркотики. Получается, это дети не воспринимают, взрослые не воспринимают, что нам пора говорить с детьми уже на эти темы, нам пора уже объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Или все-таки у нас сама программа не разработана и не подготовлена, хотя во всех европейских странах там все уже сделано. В принципе, тут не нужно ничего создавать и придумывать. Рината, я извиняюсь, что, так сказать, снова мне приходится это сказать, но мне важен один только момент. Кто этот человек пришел в эту школу? Вы поймите. Иначе все обесценится. Когда дети, для них должны быть вот то, что Надежда говорила, очень серьезные личности, которым они хотят подражать, и они уверены в этих личностях. Понимаете, все зависит не только от того слова, которое ты говоришь и каким способом. Это можно сегодня выучить прекрасно, но еще важно, что дети чувствуют, что вот эти двои слова благодаря двоей личности они приобретают очень важную весомость. Вот этот случай мог быть связан, потому что, допустим, средний участковый пришел, какие-то обычные писанные. Ты, ребенок не воспринял и принес родителям другую информацию. Какую работу вы проводите в университете? Вы вообще говорите на эти темы, обсуждаете? Все-таки это уже взрослые, осознанные люди и как они воспринимают? Вопрос очень интересный, актуальный вопрос на самом деле. Не первый год уже при поступлении в Абхазский госуниверситет молодые люди, абитуренты, представляют справку из наркодиспансера о том, что не то, что они не потребляли или не состоят, а то, что в их крови не обнаружены наркотические вещества. и после того, как они представляют такую справку из этого медицинского учреждения абитурент допущен к вступительным испытаниям. То есть в данном случае мы с вами говорим о различных структурах, создать там какую-то еще новую общественную организацию, группы, центры, но при этом есть и наркодиспансер, который сегодня все же выполняет, они сейчас не выступают в роли. Это скорая помощь, что вы понимаете. Наркодиспансер это скорая помощь. Я все-таки не выступаю в роли их адвоката, но все же они выполняют определенную работу, непростую работу. И не только тех, кого приводят на обследование, но и те, которые нуждаются в помощи и которые являются наркозависимствами и действительно которые пришли к тому, что им надо избавиться от этого зла. Поэтому роль этого учреждения не предвосхищаю, а говорю о том, что наоборот на верное государство больше внимания следовало уделить в смысле обеспеченности кадров, медикаментов и новых технологий, как вы говорите, для того, чтобы поставить человека на правильный путь. Возвращаясь к вопросу ВУЗа Абхазского государственного университета, естественно, ВУЗ проводит не только воспитательную работу, но и социальную тоже. Почему социальную? Потому что на самом деле в нашем обществе очень много проблем, в том числе социальной необустроенности. Университет учебное заведение, но помимо этого ведет и социальную работу. То есть ВУЗ принял молодых людей, и окончив ВУЗ, этот человек уже совершенно другой, имеет представление о жизни намного больше, чем был это естественный момент. Кроме того, каждый преподаватель, зайдя в аудиторию, помимо того, что он дает определенную информацию учебного характера, ведет и воспитательную работу. Итоги мы подводить по этому вопросу пока, к сожалению, не можем. Вопрос остается открытым, и все-таки может быть, вы предложите какие-то пути решения из выхода этого положения. Ваше мнение, что нужно сделать? Первое, это, конечно, лечить наркозависимых, реабилитировать их, сокращать число именно наркозависимых. Только просто бороться именно силами милиции это невозможно. Мы не сможем побороть это окончательно. То есть мы должны понимать, что их надо вылечить, их надо уменьшить. То есть тогда и нам будет проще. Ну, само собой, и граждане нам должны оказывать поддержку, помогать. Я понимаю, доверять сегодня милиции, вообще правоохранительной системе тяжело, но надо как-то постараться друг друга понять. Мы, в свою очередь, делаем все, что от нас зависит и будем продолжать дальше так же. Для того, чтобы принять определенные меры, давайте конкретно скажу, для того, что могло бы, скажем, понизить хотя бы тот риск, который есть. А первое, начнем с того, чтобы усилить все-таки работу пограничных служб, поскольку мы говорим о наркоторговле и большая проблема все-таки сопредельных регионов, район, сопредельных стран и регионов. И для этого наверняка было бы большой подспорьем и большая работа, эффективная была бы работа, если была бы кинологическая служба, то есть обученные собаки и так далее. Ну, я вот прохожу границу, но что-то их не вижу. То есть эта сторона, то есть усилить все-таки контроль перемещения не только людей, товаров и так далее. Это первое. Второе, все-таки, если мы говорим, что люди, это часть, которые заболели, то есть наркомания имеют место быть, тогда вопрос, я уже говорил, повторюсь, усилить медикаментами, лекарственными препаратами, кадровыми, если это необходимо, или повышением квалификации. В данном случае наркодиспансер при Минздраве, который имеется, поскольку сегодня это единственное учреждение, на которое ложится большая работа. Следующая мера, хотелось бы сказать, что именно кадровое, ресурсное, техническое обеспечение специализированного подразделения, которого коллега возглавляет в данном случае, поскольку непосредственную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ведет именно эта служба. И очень много, к сожалению, только от этой службы зависит, а почему другого общества не задействуют это вопрос второй. Следующее, на что бы хотелось обратить внимание, это все-таки информация в средствах массовой информации о пагубности потребления наркотиков и то, что оно влечет именно негативную сторону. То есть надо понимать, что попробовав один раз, не будет возможности или человек не сможет остановиться. Вот это тоже очень опасно, поэтому более ответственно подходить к этому и открыто говорить, что это негативно, это зло. Ваше мнение по этому вопросу все-таки что нужно? Я думаю, что сначала нам нужно начать откровенно говорить об этом. И вот, например, представитель правоохранительных органов старался быть объективным и откровенно говорить о своих трудностях. К сожалению, от представителей университета я услышала только благостную картину, как мне кажется, достаточно далекую от реальности, хотя, казалось бы, умственная работа подталкивает человека к объективной реальности. Вот, если мы начнем говорить откровенно о своих проблемах, не сказать, не пытаясь приукрасить их, тогда мы, возможно, начнем уже реально с этим бороться. Понимаете, приукрашивать реальность это не самый лучший путь прийти к решению проблемы. Это создание ложного мира, да, такого ощущения? Но я бы, Рената, вы знаете, я бы все-таки подводя итоги тоже сказал бы, что решение этой проблемы, частично, безусловно, окончательно мы должны с этим согласиться, мы не решим все это, должно быть комплексным. Просто невозможно там только МВД, или там только университет, или только там церковь, или только общество, это так невозможно. Все-таки должен быть комплексный подход к решению этой проблемы. Безусловно, правоохранительные органы должны делать свою работу максимально, как они могут это сделать, и я здесь соглашусь, что человек открыто нам говорит о всех трудностях, которые существуют, потому что это очень важный момент. Обсвоя хаммами... нужно понимать, в чем реальные проблемы вот правоохранительные органы. То есть, от того, что мы будем приукрашать, ничего не получится. С другой стороны, мы должны понять ключевую вещь, о которой здесь шла речь. По крайней мере, из моего опыта общения с людьми, которые попали в эту ситуацию, употребляют наркотики, я понимаю, что 90% оставивших наркотики, они могли только оставить, увеличив свое сознание, значит, расширив свою человеческую личность, соответственно, находя иные очень важные интересные вещи в этой жизни. Если этого не будет, просто, значит, надо оставить, это не получится. А если мы хотим расширения, формирования человеческой личности, значит, школа, значит, университет, значит, детский сад, значит, семья. Значит, вот эти все очень важные структуры в нашем обществе, они играют ключевую роль. Родители должны понимать, что их мироощущение и миропонимание, какую литературу они читают, какие фильмы они смотрят, насколько они расширяют. Насколько не расходятся их слова и поступки. вот, вот, что я хотел бы говорить. От этого зависит, а не только от того, сколько денег они принесут в дом и как они оденут своих детей, чтобы они очень сильно отличались от других. И то же самое в школе. Я уже это устал говорить, но, наверное, вот то, что Надежда здесь говорила, какое-то общество создать, вы знаете, но все-таки давайте разберемся, мы можем сегодня разобраться, вот большинство людей, которые заняты в сфере образования, мы можем допустить их до детей или нет. То есть способны эти люди сформировать эту человеческую личность или просто, значит, по программе какая-то идет работа и так далее. Вот комплексный, как мне кажется, подход, и, конечно, у всех есть ошибки, и у меня в том числе есть ошибки, и у каждого из нас будут ошибки. Дело не в ошибках, без ошибок, грехов в жизни не бывает. Понимаете, Лената? Вопрос только состоит в том, что к чему ты стремишься? А мы с вами, как абхазское общество, сегодня не обозначили для себя, к чему мы стремимся, а точнее обозначили, но то, что мы обозначили, он будет увеличивать число наркозависимых, а не решать этот проблем. Спасибо большое. Наверное, все-таки в конце хочется сказать о том, что наркоторговля и употребление наркотических веществ это угроза национальной безопасности. И пора бы нам уже задуматься о том, что если мы не объединимся, не будем бороться против этого зла, то большинства детей Абхазии не будет будущего. Я думаю, пора остановиться и подумать об этой теме. Спасибо большое, что сегодня приняли участие в нашем эфире. Берегите себя и свои хобелиски. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.